Вот происходит выпиливание. Обратите внимание. Деревянный массив и листы фанеры, как ткань, раскраивают на станке. Меньше чем через двое суток эти заготовки станут деталями для будущей детской площадки, рассказывает директор компании «Юмакс» Александр Юрков. Впервые создавать спортивные и игровые комплексы для уличного благоустройства фирма начала в 2007. Сейчас она входит в десятку крупнейших в своей сфере по России. В цехах на правобережье трудится более ста человек. Почти 20 из них при поддержке регионального центра компетенции прошли доп. обучение. За последние полгода компания пережила добровольную и бесплатную перезагрузку по нацпроекту «Производительность труда». Произведена здесь определенная реконструкция, то есть убраны стены. Вот здесь нарисованы такие линии, соответственно, по этим линиям передвигается вся продукция. Александр, как руководитель, сам принял решение, чтобы увеличить производительность, нужен взгляд опытных экономистов и аналитиков со стороны. Эксперты регионального центра компетенции, который входит в структуру центра «Мой бизнес», посетили столярные и металлообрабатывающие цеха и почти под микроскопом рассмотрели бизнес-модель, чтобы разработать и внедрить принцип бережливого производства. Мы показываем, как можно выстроить поток единичных изделий без помощи применения каких-то там вилочных погрузчиков, мостовых кранов. Мы смотрим, выявляем причины брака. Мы предприятию дали еще так называемый проектный подход, комплекс мероприятий на ближайшие два с половиной года, который будет представлен на презентации. Цель нацпроекта, говорят аналитики, не указать бизнесменам на проблемы, о которых они и так знают, а помочь минимизировать потери. Раньше на производство одного детского городка сложной конфигурации уходило до 60 часов, а с учетом модернизации это время сократилось сразу часов на 8. Это приятно, и клиент, ведь он получает заказ раньше, и прямая выгода для самого производителя. А здесь это очень важно, ведь тут полный цикл от подачи исходного материала до процесса упаковки. Полугодовая программа позволила нам увеличить производительность на десятки процентов, и в дальнейшем мы планируем тиражировать этот опыт. И нисколько не пожалел, всем компаниям рекомендую обращаться, ну, если кто-то хочет развиваться. В нацпроекте участвуют уже 110 предприятий Красноярского края, и все они получают адресную поддержку федерального и регионального центров компетенций. Это не обязательно компании, связанные с производством. Бизнес может быть любым, но точно с амбициями. Эта готовая лавочка, сделанная в Красноярске, совсем скоро может оказаться где-нибудь на улице в Краснодаре, в Москве или в Хабаровске. Настолько масштабировано сейчас предприятие. Поучаствовать в региональном этапе могут производства с годовой чистой выручкой от 200 миллионов рублей. Следующий этап уже 400 миллионов. Узнать условия участия в нацпроекте «Производительность труда» можно по телефону 8 800 234 0 124. Анастасия Цыганова, Илья Гришан, Новости Прима.